приветствую вас на канале Вау Нейлс Дизайн и в этом видео поделюсь своим процессом освоения верхних форм самых простых и акригеля чем заинтересовала меня эта тема тем что это будет глобальное сокращение времени на коррекцию или наращивание и плюс мне очень понравилась форма архитектуры готовых ноготков чтобы не растягивать это видео не было оно часовым очень долгим я конечно постаралась его ужать и в этом видео будут самые главные моменты всего процесса от самой коррекции маникюра и до итогового дизайна ноготков ну что приступим ругая клиенток но сама дохаживаю вот до такого ужаса этим ноготкам где-то полтора-два месяца это укрепление гель-лак базой и первое что делаю убираю длину на всех ноготках примерно на 20000 оборотах керамическая фреза у меня вот такая мягкий усеченный конус ссылочку на эту фрезу найдете в описании под видео ее название параметры мне она безумно нравится снимает она но если правильно пользоваться аккуратно без отслоек и прямо как по маслу очень легко и быстро ей снимать покрытие убирать длину продольными движениями начиная с левого бока и двигаясь слева направо снимаю покрытие у меня это здесь была еще камуфлирующая молочная база затем зачищаю вот эту границу отросшую гель-лака и натурального ноготка я не снимаю начисто всю базу которую выравнивала укрепляла ноготок я ее хорошо сравниваю чтобы был плавный переход от этой базы к натуральному ноготку тем самым я не истончаю натуральный ноготь не перепиливая его тщательно смахнула пыль с ноготков и вот видно после снятия вот такие вот ноготки внизу конечно ужас это все потом выпилится из-под свободного края вся эта грязь но по ноготкам видно что нигде нет отслоек ничего не перепилена все ноготки чистые ровные здорового цвета пушером пододвигаю аккуратно кутикулу и теперь аппаратом на форварде алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 20 тысячах оборотах сначала двигаюсь справа налево обрабатываю зону под кутикула и выпиливаю птериги из-под кутикулы и из левого бокового валика таким образом прохожусь на всех пальчиках то есть сначала на форварде обрабатываю справа налево левую сторону на этом этапе получается я вычищаю птериги и заодно зашлифовываю боковые валики с левой стороны хочу предостеречь начинающих мастеров и себя что кто это пробует все это самостоятельно домашних условиях без знания тонкости аппаратного маникюра и опыта в этом это достаточно травматичный способ обработки после того как прошлась в левую сторону очистила ручку от пыли переключила на реверс аппарат и повторяю те же самые движения но уже в правую сторону то есть слева направо вычищая из правого синуса и пазух правого бокового валика и таким образом обработав пройдясь по всем пальчиком тщательно очищаю от пыли и кусачками для кутикулы отрезаю стараюсь одним рулончиком одним срезом чтобы не было потом никаких турчунов отрезав кутикулу тщательно вытираю салфеткой смоченной в обезжиривателя обезжириваю ногтевую пластину я как бы ноготком этой салфеткой подлазив во все пазухи чтобы нигде не осталось ни малейшей песчинки и буду использовать вот такого так ригель молочного цвета с мелким красивым таким шиммером и вот такая вот кисть у меня этой кисти несколько лет гранви наверное они уже не продаются натуральная для акрила она у меня была раньше и она даже за столько лет нисколько не потеряла свой первозданный вид использовать буду вот такие вот верхние формы самые простые классический изгиб ссылочка название найдете в описании под этим видео изначально примеряю чтобы форма это хорошо сидела не должно быть с боков никаких не пол миллиметра не миллиметра пустот вроде по ширине мне форма предыдущая подходила но с боков были пустоты поэтому я взяла форму побольше она немножечко шире мне на мизинчик подошла восьмерочка размер этой формы она идеально и по ширине и с боков нет никаких зазоров и пустот хорошо легла на боковые валики и чтобы форма хорошо прилегала обязательно по краю тот что у нас будет у кутикулы по контуру обрезаю буквально пол миллиметра маникюрными ножничками соответственно подрезаем по форме кутикулы если она у нас более квадратная той форму немножечко а квадра чего им если более изогнута то и также подрезаем форму пушером пододвигаю кутикулу аккуратно ноготки у меня обезжиренной жидкости для обезжиривания и прохожусь бескислотным праймером он же ультрабонд это своего рода двусторонний скотч для сцепки натуральной ногтевой пластины и искусственного материала и затем обязательно прохожусь базовым гелем чтобы все отлично носилась без каких-либо отслойчик очень тоненько главное ровно по контуру никуда лишнего не заходить промазываю все ноготки и просушиваю 30 секунд и выдавливаю прямо из тюбика на ноготок чуть больше горошины вот такой вот каплю шарик как уже потом поняла на втором на третьем ныр ноготке что необходимо выдавливать ближе к свободному краю на середину и чуть ближе к свободному краю я примяла кистью для акрила смочена она у меня в спирте либо в жидкости для акригеля приминаю это для того чтобы у меня хорошо зашла форму потому что форма верхняя узкая если вот это объемно широкая капля не примять ее она выпирает и получается я ее размазываю этой формы и как бы надеваю на эту каплю верхнюю форму прикладываю так как я здесь делаю первый ноготок я еще не поняла где нужно давить на эту форму давить нужно начинать сначала на середину и как бы чтобы это так ригель капля сначала расползались до свободного края то есть я додавливаю сначала до свободного края и затем уже додавливают до кутикулы от кутикулы должно остаться какое-то расстояние полтора миллиметра то едва додавливать вплотную до кутикулы нельзя иначе акригель затечет на кутикулу и выпиливая потом этот затек мы раскроем всю кутикулу миллиметра то едва акригель должен не доходить до кутикулы вот что получилось у нас снизу под ноготком и ставлю сушиться в лампу на одну минуту после того как ноготок просох зажимаю с боков форму давлю на нее аккуратненько и она отскакивает снимается вот такой вот ноготок получился мне безумно понравилось вот это вот идеальная гладкость его форма сама архитектура он такой узенький достаточно изогнутой немножечко такой арочный все очень красиво и совсем небольшой перепаду кутикулы и снизу у меня есть возможность выпилить натуральный ноготок и немножечко его приподнять и таким же образом сделала на всех последующих ноготках покажу на указательном я подобрала форму для указательного меня подошла форму номер 6 немножечко ее поджала согнула чуть пододвинула кутикулу и каплю уже шар этот нанесла от середины и по свободному краю примяла немножечко с боков эту каплю мне она нужна потолще пошире чтобы указательный поднять так как указательный зачастую клюют где-то чтобы 2 миллиметра была толщина на свободном крае и до давливаю от середины от центра уже ближе к кутикулу в сторону кутикулы чуть оставляю полтора миллиметре к чтобы был зазор чтобы акригель не затек на кутикулу выравниваю по форме по направлению форму смотрю сильно долго не нужно смотреть на ноготок иначе появляются пустоты нужно отслеживать этот момент снизу также можно разгладить кистью для акрила желательно натуральную ей удобнее работать и кисть смоченная у нас спирте либо в жидкости для акригеля вот такой вот ноготок получается ставлю сушиться лампу на 60 секунд и уже нажимаю с боков на эту форму и таким вот образом она легко снимается техника конечно бомба очень стоящий вариант вот такой вот коррекции но очень много таких вот нюансов нужно приловчиться нужен опыт мне кажется очень достойный вариант для первого раза этой техники получился небольшая совершенно ступенька у кутикулу перепад есть конечно изъяны на безымянном свободный край можно было сделать потолще многие инструкторы мастера и блогеры называют эту технику наращивание коррекция в одну каплю это правда и еще называют наращивание без опила нет я пилю подпиливают длину и поднимаю ноготки снизу сначала керамической фрезой а затем уже твердо сплавной подпиливаю вот это вот ступенечку это не правда что эта техника совсем без опила минимальная пил все же есть по форме и убрать вот этот бортик ступеньку кутикула принципе до опил занимает малое время но это в условиях что вы подобрали хороший твердо сплавную фрезу она очень острая пилит как по маслу и в то же время не делает каких-то глобальных борозд то есть очень деликатная и мягкая лишний материал и грязь из-под свободного края выпиливаю керамической фрезой напоминающий иголочку с красной насечкой и пилочкой 180 грит выравниваю по форме свободный край на этом этапе пока пилю свободный край обязательно между собой ноготки сравниваю чтобы все они были одинаковой длины выровняв форму свободного края смотрю все ли ноготки у меня одинакового эллипса одинаковой длины очищаю тщательно от пыли смахиваю и обтираю салфеткой смоченной в обезжиривателе заходя во все пазухи чтобы нигде не осталось ни малейшей песчинки ну и итог этой коррекции в одну каплю что называют мастера без опила под свободным краем под ноготками все чисто все красиво идеально ровненько гладенько я влюбилась в эту технику мне безумно понравилась действительно форма архитектура и достаточно быстро но нужно приловчиться как говорится набить руку что скажете акригель на сегодняшний день и камуфлирующие розовые белые какие хочешь шиммером и без то есть для любителей натуральности это очень красивый быстрый вариант я поддвигаю кутикулу аккуратно пушером и теперь буду делать покрытие и дизайн моих ноготков перекрываю средний ноготок на среднем пальчике на указательном вот таким вот молочным не знаю кремовым йогуртовым гель-лаком все названия ссылки найдете в описании под этим видео я прокрашиваю кистью из флакона и если есть необходимость где-то то тонкой кисточкой довожу дорабатываю если есть какие-то недочеты пушером или апельсиновой палочкой убираю просушиваю первый слой 30 секунд и наношу таким же образом второй слой второй слой уже получается идеальный без каких-либо проплешин и просушиваю 30 секунд эти ноготки у меня будут матовые перекрывая их вот таким вот матовым топом я в него влюбилась с такими золотыми блестками крупные кружочки как бы конфетти просушиваю матовый топ 60 секунд и теперь на мизинчике я решила что у меня будет втирка и прямо на вот этот молочный акригель камуфлирующий перекрываю топом без липкого слоя глянцевым под втирку хорошенько выравнивая ноготок где необходимое если не докрасила кистью из флакона тонкой кисточкой обязательно дорабатываю докрашиваю втирку подчеркнет все изъяны и поэтому ноготок должен перекрыт быть идеально ровно и гладко и ставлю сушиться в лампу просушиваю ровно одну минуту использовать буду вот такой вот втирку в баночке она выглядит кофейного цвета но я бы сказала это такое холодное золото и аппликатором начинаю втирать углаживать втирку втирки не жалею чтобы получить такой глянцевый идеальный металлический блеск втирки должно быть достаточно много подпиливаю обязательно торец чтобы втирка хорошо носилась излишки втирки хорошенько смахиваю кистью из всех пазух и такой вот красивый уже идеально глянцевый ноготок торец промазываю бескислотным праймером он же ультра бонд своего рода двусторонний скотч и затем уже перекрываю глянцевым топом без липкого слоя уделяя особое внимание свободному краю торец должен быть хорошо запечатан чтобы втирка хорошо носилась и не вздыбилась в процессе носки не протерлась просушиваю 60 секунд пододвину кутикулу на безымянном пальчике чтобы подальше мне прокрасить и тонкой кисточкой прокрашиваю вот такой вот шалфейной зеленый миллиметр это необходимо для того чтобы дальше буду делать градиент чтобы гель-лаки не затекали просушила эту полосочку 30 секунд и теперь наношу кистью из флакона гель-лаки по одной трети на ноготок это у меня шалфейной зеленый кремовый йогуртовый гель-лак и такой цвет античной розы начиная перемешивать кистью гребешок снизу градиент буду делать в два слоя первый слой в качестве подложки до идеала его доводить не нужно разметающими движениями перемешать эти цвета будет достаточно боковых валиков этой же кистью доработала докрасила и обтерла все что испачкала просушила первый слой 60 секунд далее таким же образом второй слой наношу по 1 3 каждый цвет сначала перемешивают цвета разметающими поперечными движениями а затем вот такими штрихообразными стягивающими друг на друга цвет тем самым уже получается такой идеальный переход мягкий чтобы на кончике ноготка на свободном крае не было наплыва обязательно прохожусь и второй и третий раз если нужно снять вот эти излишки гель-лака тонкой кисточкой по бокам дорабатываю где необходимо и где испачкала обязательно обтираю салфетка смоченной в клинтере просушиваю градиент 60 секунд далее я буду приклеивать наклейку золотистую надпись и чтобы она хорошо приклеилась хорошо носился я перекрываю ноготок глянцом топом без липкого слоя как бы для промежуточного дизайна использовать буду вот такие вот наклейки топ я просушиваю 60 секунд но кому не нравятся лишние слои можете обезжирить просто градиент и на него приклеить я же не рискнула так потому что я буду перекрывать уже эту наклейку матовым топом а матовый топ не очень хорошо может держать поэтому я перекрыла глянцевым чтобы наклейка сто процентов хорошо приклеилась хорошенько ее разгладила и теперь уже перекрываем матовым топом тем что у меня с крупными редкими такими золотыми блестками смузи слегка выравнивающим таким слоем потому что наклейка это имеет некоторую толщину и просушиваю хорошо 60 секунд и буду использовать вот такие вот цвета гель-лаков обычных для прорисовки вот это вот косички как на свитере линеарной кистью страйпер прорисовываю сначала набираю вот этот зеленый прорисовываю где-то до середины ноготка тонкую полосочку затем уже набираю немножечко кремового йогуртового гель-лака довожу не до конца но почти дальше уже розового добавляю и друг по другу провожу тем самым они перемешиваются получается такой плавный переход линия это такая градиент на зеленого до розового и дальше прорисовываю вот это вот косичку свитерной такой вязки как в предыдущем видео там я чуть более подробно показываю прорисовываю я кистью для подмалевков это такая круглая кисть миллиметр-полтора шириной начала я зеленого и постепенно подмешиваю сначала кремовый потом кремовый смешала с розовым то есть получая промежуточные цвета таким образом прорисовываю каждый вот этот листочек фрагмент косички получается новым цветом новым оттенком напомню необходимо прорисовывать очень густыми гель-лаками плотными и на жидкий гель-лак на эту прорисовку посыпаю прозрачную акриловую пудру тщательно некоторое время жду чтобы пудра утонула стучу по пальчику и хорошо просушиваю одну минуту и после того как ноготок просох обязательно жесткой щеточкой счищаю остатки пудры и вот такой вот итог вот такой душевный маникюрчик у меня получился итог моего эксперимента с верхними формами и акригелем по моему очень даже душевненько получилось теперь осталось протестить посмотреть как это носится ну и конечно же набраться опыта чтобы делиться этим кайфом со своими клиентками если вам было полезным это видео или понравилось не забывайте ставить лайки и не забывайте подписаться на мой канал если еще этого не сделали чтобы не пропустить новые интересные идеи до новых встреч